Друзья, всем привет! Темой для записи данного видеоролика стало достижение 30 тысяч подписчиков-акционеров на канале. И в этом видео я хочу обсудить с вами ряд тем, а именно 7, которые в той или иной степени связаны с развитием нашего канала. Все те, кто ждут новый обзор на автомобиль, а в частности Skoda, Octavia или иные другие заявленные мной модели, прошу отнестись к данной от себя с пониманием, так как обратную связь, я считаю, необходима для канала. Ну а тем, кому все же будет интересно послушать немного рассуждений какого-то блондина, прошу присаживаться поудобнее. Я постараюсь без лишней тягомотина обсудить все самое необходимое в короткие сроки. Прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать. Всегда оставайтесь в позитивном настроении. На дороге, на работе, в общении с не очень адекватными людьми. Всегда легко зацепить от них негатив. Поэтому, друзья, кидайте это все мимо себя. В любой ситуации старайтесь видеть что-то доброе и позитивное. И тогда у вас всегда по жизни все будет хорошо. И первое, с чего я хочу начать, это ответить на вопрос, почему же я все-таки вас называю или считаю акционерами. Друзья, на самом деле ответа на этот вопрос два. Первое. Вот я лично сам являюсь зрителем Ютьюба. И мне, например, не нравится, когда я захожу на какой-то канал, а там мне говорят, здравствуйте, уважаемые подписчики, подписота, ну вот вы на меня подписались, вы подписались на мой канал, на мое творчество. Мне кажется, это звучит как-то надменно. В тот же момент, называя вас акционерами канала, я закладываю в этот некий смысл. А смысл заключается в том, что в самом начале пути вы меня поддержали. И таким образом дали каналу жизнь. Согласитесь, если бы изначально все вы писали то, что слушай, все это фигня, выкинь камеру, ты не умеешь снимать. Ну, в общем, в 95% случаев комментарии были негативные, вряд ли мы с оператором начали бы продолжать развивать данный канал. И вот я часто говорю о том, что канал, он не мой, а наш с вами. Что же я хочу этим сказать? Если ты окажешься в какой-то, не дай бог, неприятной ситуации, тебе нужна будет огласка. Если ты сделал какой-то крутой тюнинг со своим автомобилем, и ты готов поделиться о нем с людьми, рассказать об этом. Если ты столкнулся с какой-то ситуацией, то, что нужно поделиться, нужно придать этому значение, рассказать людям, зачем тебе заводить канал, когда он у тебя уже есть, и на нем уже собрана аудитория. Друзья, если у вас есть какие-то темы, которыми вы хотите поделиться, пишите. Я всегда открыт, мы всегда можем что-то продумать и рассказать вашу новость на нашем с вами канале. Вот в этом в моем понятии заключается разница и отличие подписчиков от акционера. Я готов с вами взаимодействовать, я готов прийти вам на помощь, если в этом будет необходимость. Поэтому слово акционеры приобретает все больше силы, и чем больше нас становится, тем сильнее становится наш канал. И вот вторая тема, о которой мы поговорим, она как бы вытекает из первой, а это ваши комментарии. Я хочу вам сперва напомнить то, что из 100% зрителей 97% по статистике ютуба это мужчины, только 3% зрителей это девушки. И как я говорил вам уже ранее, я очень рад тому, что подавляющее большинство из вас это адекватные люди. Можно разделить людей на три категории. Первый, это те, кто всегда поддерживает добрым словом, и если они критикуют, они это делают деликатно, они это делают конструктивно, объясняют, где ты не прав. Без мата, то есть такие комментарии читать одно удовольствие. Вторые люди, это которые просто зашел, посмотрел, ничего не пишут. Таких огромное количество. И есть такие люди, которые, знаете, вот как вам рассказать, вот он, например, заходит на канал, начинает что-то писать в комментариях, переходит на личности, переходит на оскорбления, хамит. Но стоит только мне ответить на его же языке, тоже ответить ему хамством, написать ему что-то матом, у него просто происходит какое-то недоумение. Как это так? Ты автор канала, как ты смеешь со мной так разговаривать? Друзья, вот я хочу обратиться ко всем, кто активен в комментариях, кто частенько что-то пишет. Поймите, мы с вами мужики, у нас это получается автомобильная тематика. Мы по вечерам садимся возле машины и что-то обсуждаем. Если я не согласен с вашим мнением, но это нормально, мы где-то с вами можем поспорить. И здесь важно понимать то, что я не собираюсь с вами лицемерить и за лайк, подписку и добрый комментарий в прямом смысле вязать вам задницу, говорить то, что да, да, вот я, например, не согласен с вашим мнением, но я буду подписывать. Он говорит, да, да, ты все правильно сказал. Если ты сказал все правильно, и я твое мнение разделяю, то я так и говорю прямо. Но если я с тобой не согласен, я готов вступать в полемику. Поэтому всех тех, кто готов что-то обсуждать, приходить к общему знаменателю, всегда рад видеть в комментариях. Люди, которые пишут негативные комментарии на вас, мы в этот раз останавливаться особо не будем. Рад, что вы есть. На самом деле даже интересно почитать, что вы пишете, что вы придумаете на этот раз. Мы идем дальше. Третье, о чем я сегодня хочу поговорить, это каково быть блогером или даже каково стать блогером в 26 лет. Друзья, я бы никогда в жизни даже не подумал, что именно в 26 лет я возьму камеру, начну просить свою жену, чтобы она меня снимала, монтирует эти видеоролики и выкладывать их в интернет, в открытый доступ. Но на самом деле отмечу то, что задумался я об этом еще в 2011 году. Я учился на четвертом курсе университета, времени свободы у меня было очень много, но тогда что-то мне мешало. Может быть стеснялся, может быть боялся, не знаю. Но вот в 26 лет я решил, а почему бы вот все-таки не взять и не начать снимать в видеоблоге. И поначалу мне казалось то, что в этом нет абсолютно ничего сложного. Но по факту на деле я вижу то, что это хобби занимает очень много свободного времени. Вот вы спросите, почему-то у нас то три ролика выйдет на неделю, то раз в две недели мы выпускаем один ролик. Потому что сейчас есть основная работа. И это очень сильно пересекается. Если бы я нигде не работал, я бы мог снимать ролики регулярно, стабильно, посвящать этому огромное количество своего свободного времени. Но очень часто бывает такая ситуация, когда мы с кем-то договариваемся на среду на 16 или в 18.00 встретиться. А в среду в 18.00 начинает идти сильный дождь, и он идет до четверга. То есть планы рушатся, а соответственно все начинает передвигаться со дня на день. А наша тематика автомобильная, и поэтому все наши ролики напрямую завязаны с погодными условиями. Конечно, если бы я грешил и снимал бы ролики из серии, проснулся такой в субботу в 11, поел, пошел, повалялся, сходил куда-то в магазин, купил хлеба, рассказал как-то устал, как-то видел красиво взлетающего голубя или еще что-то в этом роде. Знаете, вот есть такие, которые идут по городу, тут он что-то чешет, рассказывает, как вот он сегодня в спортзале позанимался, как он сегодня себе брюки покупал новые. Мне на самом деле вот интересно, вот я смотрю, порой бывают такие ролики, но с точки зрения, почему, как, что здесь смотрят, порой некоторые говорят, нужен хороший, качественный контент, чтобы ты посмотрел ролик, он был легкий, он был интересный, он был познавательный. Но вот на такого рода бытовой теме бывает так, то что по полтора-два миллиона просмотров. Что я здесь хочу сказать? Если у тебя вообще в голове есть мысли о том, почему бы не начать тоже снимать, мой тебе совет, бери камеру и начинай снимать прямо сейчас. Ничего не откладывай на завтра, на послезавтра, не ищи себе отговорок, пиши себе какой-то сценарий, планируй, о чем ты расскажешь и начинай делать прямо сейчас. Практика и опыт показывают, что когда люди поначалу делают все на энтузиазме, их 100% большинство поддерживает. Вести канал мне очень нравится, и поэтому, когда есть свободное время, мы обязательно ищем автомобиль и отправляемся сразу его снимать. Сейчас, благодаря вам машин, очень много, много людей пишут, предлагают свои машины, сейчас даже предлагают сами приехать к нам. Огромное вам спасибо. Теперь на все нужно только время. Мы идем дальше. И четвертое, о чем я хочу поговорить, это опять-таки реклама. Но я здесь хочу затронуть несколько моментов. Вот смотрите, периодически пишут люди о том, что ага, да ты просто вот еще не размечаешь рекламу, потому что тебе еще не предложили ту сумму, за которую ты продашься. Вот давайте здесь остановимся поподробнее. Давай смоделируем ситуацию, что автором канала являешься именно ты. И к тебе приходит какой-то человек и говорит, смотрите, нас заинтересовал ваш канал, мы хотим с вами сотрудничать. И здесь есть два развития события. Первое, это контора, какая-то Филькина шарашка, они тебе говорят, давай мы тебе дадим небольшую сумму денег, а ты там 15-20 секунд про нас расскажешь. Вот здесь многие могут отказаться. И я от этого отказываюсь в том числе, потому что это маленькие компании, которые занимаются непонятно какими услугами, рассказывают за них. Вот я, например, вообще за них никак не могу ручаться. Посоветовал одного, ты обратился, тебя там кинули, вроде бы как виноват я. И есть второе развитие событий, когда канал становится крупнее, приходит более крупная, серьезная компания, и они предлагают тебе заключить некий даже договор. Ну, например, сейчас на Ютьюбе это очень распространено, в частности, могу прямо сказать, то, что это есть, например, у академика. Да, работает с банком, у них по-любому прописан контракт на какое-то определенное время, 3 месяца, полгода, год, не важно. Но суть заключается в том, что ему дают хорошую сумму денег. И вот здесь вопрос к тебе. Вот если бы тебе предложили, условно, полтора-два миллиона в процессе года, что бы ты сказал? Ты наверняка сказал бы, нет, я бы отказался. Уверен, 99% из вас скажут да, и 1% скажет нет, но наверняка он слукает. Я бы в этой ситуации, придет крутая контора, пацаны, ну что здесь мне врать вам, сидеть вот с такими, знаешь, смотреть вам в глаза и говорить, я откажусь, пошли их нахрен. Конечно, если предложение будет интересно, естественно, я могу продаться, могу купиться за их счет. Но по факту, я сегодня об этом вообще не думаю. Нас 30 тысяч человек, я не думаю о том, чтобы нас стало 3 миллиона, чтобы поскорее начать продавать рекламу задорого. Я просто хочу снимать канал, но вот этот вопрос многих интересует, и некоторые прям, знаешь, таким злорадством пишут, придет время, тебя купят. Но вот сегодня я вам с уверенностью могу сказать, то что на канале нет ни одного проплаченного видеоролика. Вот иногда некоторым кажется, тот или иной видеообзор кем-то проплачен. К примеру, автомобиль Volvo S80, который мы снимали, машине больше 6 лет. И некоторые писали, даже много таких людей было, проплаченный видеообзор, ты ее нахваливаешь. Так кто за этот обзор мог проплатить? Владелец автомобиля, я сам просил, чтобы он мне предоставил машину. Мы снимаем, например, про Mazda CX-5. Да я только рад, что дилер сейчас мне пошел благодаря вам навстречу, дает автомобили для съемки. Раньше, когда нас было 300, 500, тысячи человек, я им звонил, да никто даже разговаривать не хотел. Все, что, какой-то канал заходили, видят там тысячи, полторы тысячи. Но вот такого, чтобы я кого-то где-то специально нахваливал за денежку, честно вам говорю, не было ни разу. И оправдываться я не собираюсь приводить какие-то доказательства. Мы просто идем дальше. Пятое, о чем мы поговорим, это общая встреча зрителей канала. На самом деле, об этом начали писать, когда нас уже было 10 тысяч человек. Но вот собирать вас на какой-то парковке, встать посередине, вроде как отвечать на ваши вопросы, вообще считаю, на самом деле смешным. Но вот у меня на голове короны нету. Вставать там перед вами, что-то отвечать, ну как-то это даже, знаешь, не душевно. Вот, например, устроить встречу где-то на опушке леса, вы приезжаете, а там уже жарятся шашлычки, уже нарезан овощной салатик, чай, кофе, различного рода соки, никакого алкоголя. Всем автомобилистам, и это важно, что никакого алкоголя не будет присутствовать. Вы приехали, примерно в час дня мы пообщались, поели шашлычки, в пять вечера мы разъехались. Вот это, я считаю, была бы нормальная такая душевная встреча. Но на все это нужны деньги, потому что я не думаю, что 10-20 человек придет. Наверняка придет побольше народу, особенно если это будет выходной день. А это, как вы понимаете, палка о двух концах. Нужны деньги, где их взять? Устраивать донаты не совсем корректно. Вот в этой ситуации было бы интересно, наверное, крутануть какую-то рекламу, чтобы мы были с вами в сговоре. Я вам в начале ролика подмиркиваю, и вы понимаете, что опачки, скоро будут шашлычки. Но это, знаешь, серия тут просто мое мнение, поэтому выскажите ваше мнение по этому вопросу в комментариях. Шестое. Мазда, отправь Машкова на завод. Это было совсем недавно. Я предложил вам поднять эту тему, но вдруг как-то компания на это отреагирует. Я и здесь хочу тоже немного остановиться подробнее. Ну смотрите, как я уже сказал, когда нас было совсем мало, я звонил своему даже дилеру. Поначалу никак не шли на взаимодействие. Сейчас нас стало больше, уже со мной хоть как-то сотрудничают. Ну вот я сажусь и начинаю анализировать, что же мы наснимали за последние два года. И смотрите, что вообще вырисовывается. А вырисовывается офигенная рекламная компания для компании Мазда. Мне за последние два года ВКонтакте, на почту электронную, в Директе, в Инстаграме написало около 300 человек. Вот серьезно говорю, около 300 человек, которые сказали, посмотрел ролик, купил Мазду, долго думал, что взять, выбрал Мазду. Привет, вот беру сейчас Мазду, посоветую. В общем, люди пишут о том, что они смотрят и покупают эту машину. И подчеркну, это только те, кто пишут. А представьте, сколько еще людей, которые, знаешь, смотрел, ну где-то там на подсознательном уровне, думают, да, все-таки я возьму Мазду, ничего мне об этом не говорит, идет и покупает ее. Поэтому для компании я делаю офигенный вклад. В тот же момент я ни на что не претендую, я не пытаюсь им звонить и говорить, слушайте, ребята, пора бы вам начать платить денег, дайте мне денег или еще что-то. Ну вот меня удивляет, почему они не хотят идти на сотрудничество. Ну, например, было бы же реально интересно поехать, например, нам на завод поснимать, как собирают машины. Вот все тонкости снять. Им наверняка было бы что рассказать. Это получился бы тоже хороший ролик, который был бы интересен не только владельцам автомобиля, но и потенциальным клиентам. Я бы принял бы ответ, то что, слушай, все классно, мы готовы были бы посотрудничать, но у тебя слишком слабенький канал, ты неправильно говоришь, ты непрофессионален. Отправьте кого-нибудь другого, ведь посмотреть, как собирают автомобили, было бы интересно реально всем. Кто-то пишет, слушай, да купи сам себе билет и слетаю в Владивосток. Я зашел посмотреть, сколько стоят билеты. Туда-обратно на двоих 90 тысяч рублей, плюс, считаю сразу, передвижение по городу, проживание в отеле, питание. Самые дешевые гостиницы, я, конечно же, не рассматривал, но и топовые какие-то тоже. Итого, вылетает на 3-4 дня туда съездить, это 150 тысяч рублей. Парни, 150 тысяч рублей. За такие деньги я лучше слетаю куда-нибудь в Нью-Йорк, например, на недельку и наснимаю там крутых видеороликов, нежели чем прилететь в Владивосток, приехать к заводу, постучаться, то отец скажет, а вы кто? А вы договаривались? Да ни с кем я не договаривался, никак я договориться не могу, если даже на письма мои никто не отвечает сейчас. И это не какие-то жалобы, это не крик души, я просто с вами делюсь своими наблюдениями, потому что вы поддержали, многие говорят, давай, Мазда, бери Машкова на завод, но вот что получается в реале. И седьмой, заключительный пункт у нас касается развития канала. Помните, перед отъездом в Прагу я затрагивал в Москву. Сейчас у нас там идет активный ремонт, и он уже, к счастью, находится на завершающей стадии. И вот я хочу попробовать поснимать ряд видеороликов, которые будут совсем противоречивы тем роликам, которые сегодня можно встретить на Ютьюбе. Ну, вы знаете о том, то, что люди ходят сейчас по клубам, тусят, показываются в богатую роскошную жизнь, как они раскидывают деньги налево-направо, и это, в принципе, всем интересно, и это всегда будет интересно, потому что придя с работы, придя с завода, завалиться на диван и посмотреть хотя бы что-то позитивное, всегда тоже приятно. Но вот я хочу попробовать сделать некий эксперимент, показать реальную жизнь, когда ты переезжаешь в Москву, как найти жилье, где найти работу, на чем я буду пытаться зарабатывать, колымить, где у меня будут появляться дополнительные заработки. Ну, наш планов много, сейчас я загадывать не хочу, будем пробовать, и, скорее всего, мы попробуем сделать парочку экспериментальных роликов уже в сентябре. И интересно здесь то, что многие москвичи наверняка поддержат, скажут, объективен я или нет, а те, кто смотрит нас из регионов, из далеких городов, но хочет переехать в Москву, таких я знаю очень много, будет вам это интересно и полезно. Наверняка у вас возникнет много вопросов, на которые у меня будет возможность не то, чтобы ответить, а прям снять для вас хорошие полноценные видеоролики. Не стоит думать, что мы выходим куда-то в сторону, такие видеоролики будут выходить раз в месяц, раз в две недели, то есть будем собирать максимально полезный и интересный материал, ну, а вы, соответственно, сможете его оценить. Если вы скажете, что это все фигня, неинтересно, конечно же, мы закроем проект и пойдем снимать что-то другое. И в заключение еще раз хочу вам сказать спасибо, огромное спасибо вам за поддержку, спасибо хочу сказать моему оператору, она старается для вас, чтобы качество съемки у нас росло, чтобы оно радовало ваших глаз без резких переходов, без дерганий. Многие спрашивают, а что это у тебя за камера такая? Да камера-то у меня обычная и недорогая, просто она действительно старается. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение по всем озвученным мной пунктам, мне будет действительно интересно почитать ваше мнение. У меня на этом все, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok